всем привет я андрей вы на канале космос просто и вы смотрите 25 выпуск астро обзора подборка интересных космических событий за последние пару недель в этот раз как впрочем и всегда у меня для вас много всего интересного недавно я делал целый выпуск посвященный форме млечного пути и появилась новость которая будет интересным дополнением к тому ролику по старым данным полученным с помощью разных наблюдательных техник разброс в оценке массы млечного пути был достаточно большим от 500 миллиардов до 3 триллионов масс солнца согласно новому исследованию основанному на данных телескопа гайя и хаббл масса млечного пути примерно равна 1,5 триллионов солнечных масс причем меньшая часть это звезды 4 миллиона солнечных масс это сверхмассивная черная дыра в центре галактики но большая часть оставшейся массы это темная материя такая масса является вполне нормальной для галактики подобной нашей а вообще в наблюдаемой вселенной встречаются галактики с массами от миллиарда солнечных до 30 триллионов солнечных масс я уже много раз рассказывал про телескоп гайя который строит самую подробную трехмерную карту нашей галактики измеряет движение объектов и их скорости данные гайя комбинировали с наблюдениями телескопа хаббл у которого более узкое поле обзора но зато он может заглянуть намного дальше массу измеряли с помощью шаровых скоплений нашей галактики которые находятся дальше всего от диска и благодаря ним легче измерить гравитационное влияние темной материи чем массивнее галактика тем быстрее движутся шаровые скопления комбинированные данные хаббла и гайи позволили измерить эту скорость точнее и так ученые рассчитали массу изображение слева снимок телескопа хаббл части шарового скопления ngc 5 4 6 6 а справа анимация из изображений с разницей в 10 лет мы видим как звезды на переднем плане изменяют положение относительно галактик на фоне который находится гораздо дальше миллионах световых лет от нашей галактики знание массы нашей галактики очень важно для понимания процессов на космологическом масштабе так мы можем сравнивать наблюдения с компьютерными симуляциями эволюции галактик в прошлом астрообзоре я рассказывал о грядущем проекте где мы с вами сможем принять участие отмечая валуны на детальной карте астероида бенну что поможет выборе места где аппарат произведет забор грунта который он доставит на землю сегодня еще немного информации об астероиде бенну и миссии ассерис-рекс астероид постоянно преподносит сюрпризы как с тем же количеством валунов оказавшимся больше ожидаемого еще в январе ученые заметили некие выбросы частиц из-под поверхности астероида после обнаружения за ними стали наблюдать внимательнее в том числе для того чтобы убедиться что они не несут угрозы для аппарата который двигается по очень низкой орбите вокруг астероида обнаружил он частицы с высоты всего в одну целую шесть десятых километра пока было решено что они опасности не представляют теперь было опубликовано композитное изображение на котором мы можем увидеть эти выбросы вот оно изображение состоит из двух отдельных фотографий при создании изображения изменяли яркость контраст и некоторые другие параметры значительную часть обнаруженных экзопланет составляют горячие юпитеры газовые гиганты которые находятся очень близко к своим звездам и могут делать полный оборот по орбите всего за 10 дней или даже меньше вот пример сравнения орбиты горячего юпитера с орбиты меркурия в солнечной системе нет ничего похожего ведь наши газовые гиганты находятся далеко от солнца поэтому чтобы лучше понять процессы которые происходят на горячих юпитерах нам остается изучать экзопланеты доступными нам сегодня способами но пока очень ограниченными однако ученые из лаборатории реактивного движения наса пошли по другому пути и решили воссоздать в лаборатории условия которые могут быть в атмосфере горячих юпитеров о результатах исследования рассказывает статья в astrophysical journal температура в атмосферах горячих юпитеров может достигать экстремальных значений от 530 до 2800 градусов цельсия и проблема которую нужно было решить создать такие камеры для экспериментов которые не расплавятся из-за такого жара и будут достаточно герметичными чтобы для чистоты эксперимента не допустить загрязнения из внешней среды вот эти специальные печи в которых проводился эксперимент в них закачивали смеси газов например для начала простой вариант смеси из водорода и монооксида углерода или угарного газа очень распространенных веществ во вселенной и в ранней солнечной системе и из которых может состоять атмосфера горячего юпитера смесь нагревали до температуры вплоть до 1230 градусов цельсия кроме того смесь газов облучали сильной дозой ультрафиолетового излучения подобно тому как атмосферу планеты облучала бы родительская звезда современные наблюдения показывают что атмосферы горячих юпитеров бывают непрозрачными на больших высотах в этих экспериментах было показано что в таких условиях в атмосферах могут образовываться аэрозоли смеси из мелких частиц в атмосфере и именно они делают атмосферу непрозрачной и на этом изображении мы видим прозрачный сапфировый диск слева который не использовался и мутный диск справа который был в условиях симулированной атмосферы он стал непрозрачным из-за образовавшихся органических аэрозолей еще одним результатом было то что в симулированной атмосфере образовалась значительное количество углекислого газа и воды и важную роль в этом играет воздействие ультрафиолетового излучения подобные исследования помогают нам лучше понять планеты которых нет в нашей солнечной системе ну и конечно когда уже наконец запустят телескоп имени джеймса уэба он поможет нам увидеть что там происходит в недоступных ранее деталях это астронавт харисон шмидт собирает образцы лунного грунта в 1972 году а это уже образец лунного грунта в лаборатории на земле всех лет у нас а осталось еще три запечатанных образца грунта их оставили для будущих исследователей которые смогут использовать более совершенные технологии чем были доступны почти 50 лет назад и этот момент настал было выбрано девять научных команд которые будут изучать эти образцы затрагивая космическую погоду геологию космические столкновения и так далее а теперь подборка изображений это снимки поверхности марса сделанные аппаратом мро и вот тут мы видим необычный марсианский ландшафт ученые связывают формирование такого рельефа с подповерхностным льдом земля атмосфера и луна снимок с борта мкс в момент когда станция находилась над южной частью атлантического океана это шаровое скопление м28 которая находится в 18000 световых годах от нас снимок телескопа хаббл а это объект ngc 6052 две галактики в процессе слияния находятся они в направлении созвездия геркулеса на расстоянии около двухсот тридцати миллионов световых лет от нас ngc 1788 отражающая туманность расположенная в двух тысячах световых годах от земли изображение получено с помощью телескопа vlt в официальном твиттере миссии inside была опубликована эта анимация из снимков с борта аппарата на марсе заметили что на мгновение падает яркость картинки это спутник марса фобос прошел по диску солнца мини солнечное затмение на марсе а это красивая последняя панорама марсохода opportunity цвета здесь изменены для большего контраста а это та же панорама но уже в истинных цветах все изображения вы сможете рассмотреть в деталях или скачать себе как всегда по ссылкам в описании одним из самых интересных аспектов при изучении экзопланет безусловно является их потенциальная обитаемость мы уже не раз говорили об этом как и а так называемой зоне обитаемости таком расстоянии от звезды где вода может находиться в жидком состоянии что является одним из ключевых моментов для той жизни что мы знаем и говорили о некоторых проблемах например а слишком сильной активности красных карликов на определенном этапе эволюции который может создавать условия непригодные для жизни новое исследование вышедшее в журнале astrophysical journal letters в контексте поиска планет которые могли бы поддерживать жизнь фокусируется на звездах спектрального класса k или оранжевых карликах вместо красных карликов или звезд подобных нашему солнцу и вот почему у оранжевых карликов достаточно долгий цикл жизни на главной последовательности от 17 до 70 миллиардов лет против 10 миллиардов лет нашего солнца а значит у гипотетической жизни на планете у такой звезды достаточно времени для появления и развития в то же время активность оранжевых карликов намного ниже чем уже упомянутых красных карликов что делает систему более спокойной далее одним из важных индикаторов которые могут указывать на присутствие жизни ученые считают одновременное присутствие кислорода и метана в атмосфере потому что два этих газа взаимодействуют друг с другом и уничтожают друг друга и следовательно если они присутствуют вместе в атмосфере значит что-то должно их быстро производить и это может быть именно жизнь такие биосигнатуры как наличие кислорода и метана легче обнаружить у гораздо менее ярких сравнений со звездами подобными солнцу оранжих карликов также учеными были проведены компьютерные симуляции того как может выглядеть спектр планету таких звезд при наблюдении в телескоп для дальнейших наблюдений авторы предлагают несколько звезд кандидатов это 61 лебедя и псилон индейца грумбридж 1618 и hd 156026 аппарат sdo или обсерватория солнечной динамики регулярно снимает транзиты луны по диску солнца можно сказать что это солнечное затмение но из космоса ну и поскольку съемка идет не с земли соотношение видимых размеров луны и солнца отличаются недавно наса опубликовала новое видео такого транзита давайте его посмотрим так луна перекрывает солнце замирает луна ты куда ну ладно и это кстати не один и тот же кусок видео просто запущенный в обратную сторону так действительно наблюдался этот транзит для аппарата sdo и дело вот в чем на этой схеме показано как все было снизу мы видим орбиту аппарата вокруг земли и сам аппарат а сверху орбита луны и стрелками показаны направление к солнцу при движении по орбите аппарат как бы вошел в линию в которой наблюдается транзит и потом вышел из нее и в результате получился вот такой необычный эффект нас выпустила новую 360 градусную визуализацию центра нашей галактики которую можно посмотреть в виртуальной реальности ну собственно давайте посмотрим так открываем это видео на телефоне включаем режим виртуальной реальности вставляем в очки надеваем и я как бы оказался в центре нашей галактики я наблюдаю все вокруг из той точки где находится сверхмассивная черная дыра в центре а вот что я вижу синий и голубой цвета показывают излучение горячего газа температурой десятки миллионов градусов красный ультрафиолетовое излучение более холодного газа желтый самый холодный и плотный газ также видно звезды-гиганты мощные звездные ветры и выбросы визуализация создана с помощью данных телескопа чандра и симуляции суперкомпьютера амис ссылку как всегда оставлю в описании все сможете посмотреть сами совсем недавно в новостях появилась информация что еще 18 декабря на землю прилетел 10-метровый метеороид и его почти никто не заметил история всплыла сейчас потому что они рассказали на лунной и планетной научной конференции в техасе а согласно наса это было второе по мощности события после челябинского метеорита за 30 лет наблюдений мощность взрыва который произошел на высоте 25 километров была сопоставима со взрывом 10 атомных бомб но самое интересное в этой истории как мне показалось другое событие было практически незамеченным потому что оно произошло над беринговым морем а эта территория попадает в область обзора японского спутника химовари 8 который постоянно фотографирует землю и на канале astro alert было выложено видео составленное из кадров на которых обнаружили падение объекта и кстати ребята нашли эти кадры еще до официального анонса наса ссылку на группу наблюдательной астрономии astro alert я оставлю в описании а хотите сами найти метеор на фотографиях химовари 8 для этого заходим на официальный сайт аппарата химовари 8 сверху выставляем не 18 а 19 декабря затем ползунок времени внизу устанавливаем на 2 40 утра приближаем вот эту область и теперь стрелочкой переключаем по кадру вот он наш метеор ссылку я оставлю в описании сможете найти и сами если вам не хватило космоса в рамках рубрики astro media в этот раз я хотел бы вам порекомендовать несколько роликов которые вы возможно еще не видели от моих коллег и друзей из других космических каналов на канале улица шкловского вышло видео о том каким бы мы увидели небо на других планетах уделя раз канала space room вышел новый ролик о черных дырах саша с канала astro channel выпустил видео о том как он фотографировал галактики антенны и мне часто в комментариях пишут про видео о точках лагранжа такой ролик есть у антона с канала море ясности все ссылки в описании заходите к ним подписывайтесь и передавайте от меня привет в комментариях спасибо всем за просмотр если вам понравилось вы знаете как меня можно поддержать поставить лайк оставить комментарий чтобы этот ролик увидела больше людей если вы в первый раз на канале и вам понравилось обязательно подписывайтесь чтобы не пропустить новые выпуски космос просто и астро обзора и спасибо всем кто поддерживает меня на патреоне и всеми другими способами пока